Тревожная кнопка ГЛОНАСС – составная часть навигационной системы экстренного реагирования при авариях. Она монтируется в салоне машины так, чтобы доступ к ней был обеспечен в любой ситуации. С 1 января 2017 года кнопка ГЛОНАСС – обязательный атрибут всех новых автомобилей, используемых на территории нашей страны. Пошел вызов. Оператор системы ГЛОНАСС, слушаю. Здравствуйте. Тестовый вызов. Город Владивосток. Автомобиль Ниссан Ля в черного цвета. Здравствуйте. Слышу вас хорошо. Подклоняй. Всего доброго. До свидания. Сама система – передатчик разового сигнала в случае чрезвычайной ситуации. Диспетчер службы связывается с водителем через устройство, встроенное в машину. Если автомобилист подтверждает, что произошло ДТП или ответ вовсе не последовал, все сведения о происшествии передаются службам спасения. Однако, если машина в зоне неустойчивого приема сигнала, экстренный вызов может не сработать. Для тех, кто уже эксплуатирует транспортные средства, на которых отсутствуют кнопки ГЛОНАСС, либо системы вызова экстренной помощи, все это делается в добром и порядке. Желаешь – пойди, установи, потрати там на сегодня, насколько мне известно, там в районе 25 тысяч установи. Отсутствие кнопки на сегодня для тех, кто эксплуатирует ранее ввезенные транспортные средства, либо выпущенные в эксплуатацию, каких-либо штрафных санкций не существует. Действующий регламент Таможенного союза требует устанавливать систему и на машины, которые возятся из-за рубежа. В Приморье большинство автомобилей импортируют из Японии. Чтобы ввозимые машины попадали под действие документа, разработали временный порядок установки ГЛОНАСС. Однако с 1 июля этого года срок временного порядка истекает, и постановка на учет привезенных из-за рубежа автомобилей станет невозможной. Устанавливать систему можно будет только на заводе-изготовителе. Что означает, что ввозимые с 1 июля транспортные средства из страны восходящего солнца, вероятнее всего, будут пересекать таможенную границу. Владельцы этих транспортных средств или лица, перемещающие через таможенную границу эти транспортные средства, будут их получать, но не будут получать заветного документа в виде технического паспорта. Что будут делать владельцы подержанных автомобилей, неизвестно. Ведь законопроекта об установке ГЛОНАСС на такие машины нет. Как сообщает администрация края, Андрей Тарасенко обратился в правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка, пока не примут соответствующий законопроект.